Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я мучаюсь от чувства вины в том, что я упустила отношения с мужчиной, которые мне нравятся. Изначально я ему сама сказала, что хочу просто секс, а не отношения, в чем была моя ошибка. У нас было несколько встреч, а потом я уехала. Он писал, я вернулась, мы опять стали встречаться, нечестно, но периодически. Я не была уверена, что готова к отношениям, а потому не говорила с ним. Также он не целовал меня, так как боялся влюбиться. Потом я опять уехал, он писал, меня не было долго. Они видели 4 месяца, и вот я приехала, он не пишет. Я увидел его снова девушкой. Я переживаю, что я сама виновата, надо было поменять формат отношений и сказать, что хочу большего. У меня была неуверенность, потому что не было совместного доступа, поцелуев, он не проразовался на меня. Но ведь получается, я сама в этом виновата, как не решиться на разговор с ним, или как отпустить его и простить себе от ошибочных своего поведения. Такой вопрос. Я думаю, что, Алина, вы не останете отрезать того факта, что ваш вопрос написан несколько, ну, немножко сумбурно, да, и я бы сказал, сбивчиво. Вот, давайте попробуем разобраться с таким ощущением, что вот у вас эмоции, эмоции, как бы, ну, вас захлестнули, да, и вот вырываются, как бы, таким вот потоком. Смотрите. Я мучаюсь от чувства вины в том, что я упустила отношения с мужчиной, которые мне нравятся. То есть у вас не сложились отношения с человеком, по ряду причин. И вы чувствуете вину. Из-за этого. Что здесь хочется сказать? Ну, во-первых, хочется сказать, что вы как будто бы себе в отношениях даете некое такое приоритетное значение. То есть как будто бы в отношениях зависит от вас. Это первое. И это, на самом деле, не так. Отношения строят двое людей. И если у вас не получились отношения, то за это ответственен также и ваш молодой человек, вне зависимости от того, как вы себя с ним вели. Это первое. Второе. Если вы испытываете чувство вины, то есть вы себя ругаете за то, что упустили молодого человека, то речь идет о том, что вы от него хотели что-то для себя получить. То есть это история не про симпатию, которая по своей природе нацелена на то, чтобы делать все это для человека. Например, делать его счастливее. Это история про решение какого-то вашего конфликта, про удовлетворение каких-то ваших потребностей и так далее. Про достижение каких-то целей. У вас этого сделать не получилось, вы себя винили, потому что для вас это был способ быть достойным и быть хорошим. В отношениях такие проблемы не решаются. Решаются они самостоятельно. Через психотерапию, через личность миров. Дальше. Чувство вины это про нарушение личных границ. То есть где-то в этих отношениях вы нарушали свои личные границы. Дальше. Изначально я вам сама сказал, что хочу просто секс на неотношениях. Это была моя ошибка. Но вы же хотели просто секс. Это нормально. Потом что-то изменилось. Это тоже нормально. Только у вас что-то затормозило об этих изменениях человеку сообщить. Я думаю, это связано с тем, что вы больше ориентируетесь на своего партнера, а не на себя. То есть вы смотрите на то, как он к вам относится, а не то, как вы к нему относитесь. У нас было несколько встреч, а потом я уехал. Но, честно говоря, выглядит как бегство. Выглядит как бегство, выглядит как страх перед отношениями. Он писал, а я вернулась, и мы опять стали встречаться. А чего решили-то? Ну, то есть просто начали встречаться. Не часто, но периодически. Я не была уверенностью, готова к отношениям. Об этом не говорила с ним. А не уверенностью, готова к отношениям. Вы здесь отношения возводите в рамках работы. И я бы хотел поговорить немножечко о вашей неуверенности. Что это такое? Это страх? Это опыт предыдущих отношений? Что это значит? Как у вас формируется ваша негативность к отношениям? А как формируется готовность к отношениям? Вы серьезно думаете, что можно быть готовым или негативным к отношениям? Правда? Нет, Алина. Правда в том, что вы либо хотите что-то делать для человека, либо нет. Вы либо хотите проводить с ним время, либо нет. Дальше. Он не целовал меня, так как боялся влюбиться. Откуда вы это знаете? Ну, откуда? Самый очевидный вариант, что вам мужчина говорил. Но я вам открою секрет, что влюбленность, ну, не коррелирует с поцелуями. Потом я опять уехал, он писал, у меня не было долго. Так а вы ему не отвечали или как? То есть, куда вы, куда вы уехали? Мне видели 4 месяца, и вот я приехал, и он не пишет. То есть, он в какой-то момент перестал писать. С чем это связано? Как вы отреагировали? Я увидел его с новой девушкой. Ну, вот нормально, а чего вы ожидали? Как бы, вы ожидали чего-то другого? То есть, ну, так, я переживаю, что я сама виновата, надо было поменять формат отношений, сказать, что хочу большего. Но вы этого не сделали почему-то. У меня была неуверенность, после не было заместного доступа, поцелуюсь, он не тратился на меня. То есть, как бы, как бы, дело все в нем, вроде как. То есть, не относился к вам так, как вы хотели. А, а, вы говорите, что это происходило, потому что вы изначально сказали, что хотите только секса. То есть, как будто бы, вот такое отношение, которое вы хотели бы видеть, вы его исключаете. И это, мне кажется, про страх быть отвернутой. То есть, если меня отвернут, то я какая-то плохая. Вот. Ну, возможно, тут что-то еще, конечно. Дальше. Не было совместного доступа, поцелуев, он не тратился на меня. Как будто бы вам нужно подтверждение вашей значимости, как будто бы вы в ней сомневаетесь. Но получается, что она в этом виновата. Ну, вообще-то говоря, то, что вы себя обвиняете, свидетельствует о том, что вы себя заставляете что-то делать в отношениях. Потому что, да, вина это, когда я себя заставляю, то есть, нарушаю свои личные границы. Дело в том, что, когда я делаю то, что-то хочу, да, и когда я поступаю так, как хочу, да, я получаю не всегда позитивный результат, но это ответственность моя. То есть, я отвечаю за последствия. Вы отвечаете за последствия тоже. Но вы себя именно виноваты, то, что говорит о сверхзначенности какого-то элемента в отношениях. Как мне решиться на разговор с ним? А зачем? Если у него сейчас есть новая девушка уже. Это первое. Второе. А вы чего-то боитесь? Или как опустить его и простить себе это ошибочное поведение? Ну, чисто формально опустить человека вы сможете поймёте, что вам от него нужно. Зачем он на докладе стал. Вот. Это по пребану можно реализовать иначе. По поводу того, чтобы простить себя. Ну, я думаю, что здесь нужно смотреть, на чём основывается ваше непрощение. Вот. Основывается ли это на высоких требованиях к себе или основывается на сверхзначенности чего-то или основывается на неком стремлении к установке определённой. вот. Вот. в целом, я думаю, что к прощению вы приблизитесь, если признаете свои какие-то импульсы, которые вы подавляете. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать над собой работу. по моему ответу. Вот. Вот.